На 64% увеличился экспорт переработанной продукции агропромышленного комплекса и составил 2 миллиарда 300 миллионов долларов. Об этом на правчасе в Сенате заявил министр сельского хозяйства Казахстана. По словам Ербола Карашукеева, по структуре отраслей переработки первую тройку занимают производство муки, 17% – производство молочных продуктов и мясной продукции, по 16% соответственно. При этом выпуск муки превышает в разы внутреннее потребление страны. К слову, обеспеченность отечественного рынка собственным сырьём составляет 237%, по макаронным изделиям – 122%, крупе – 102%. Проблемным вопросом здесь является сужение рынков сбыта казахстанской муки из-за развития собственной переработки в традиционных странах-импортерах за счёт введения ими протекционистских мер в господдержке. В этой связи министерством принимаются меры по расширению рынков сбыта продукции. Так, в рамках недавнего визита главы государства в КНР мы работаем над расширением экспорта продукции зернопереработки в Китай и включением новых компаний в реестр поставщиков. Глава ведомства также сообщил о росте инвестиций в сферу производства сельхозпродуктов. В 2022 объём капиталовложений составил 141 миллиард тенге. И несмотря на вводимые в прошлом году ограничения на экспорт по отдельным позициям, за счёт наращивания объёмов производства, поставки агропродукции составили 5,6 миллиарда долларов. А это на 46% превышает уровень 2021. Также принимаются меры государственной поддержки для стимулирования бизнеса в открытии новых производств через инвестиционное субсидирование до 20% затрат при строительстве и модернизации предприятий, по глубокой переработке зерновых культур, субсидирование ставки вознаграждения по кредитам, выделение льготных кредитов на пополнение оборотных средств в рамках экономики простых вещей, налоговые льготы в виде снижения НДС на 70%, а также возмещаются транспортные затраты при экспорте до 30%. В этом году начата реализация 11 инвестиционных проектов с общей мощностью 58 тысяч тонн крупяных и макаронных изделий и 21 тысяч тонн крахмалопродуктов.